Новые ракеты обнулят работу радиолокационных систем. Российские оборонщики разработали и запустили в серию достаточно оригинальные турбореактивные снаряды, предназначенные для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Самые умные противокорабельные ракеты теряют цель из виду, оставаясь видимыми для систем ПВО и про наших кораблей. АСТ-СР-47 впервые демонстрировался на форуме «Армия-2018». Снаряд внизу, боевая часть слева на снимке. Фото, пресс-служба ОНПК «Техмаш». Минус. Баги спецназа впервые пройдут по Красной площади в День Победы. Новый снаряд повышенного могущества АСТ-СР-47 создан конструкторами концерна «Техмаш». Он демонстрировался на военно-техническом форуме «Армия-2018». На следующей неделе его впервые покажут за рубежом на крупнейшем международном военно-техническом салоне IDEX-2019, который будет проходить в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ложных радиолокационных целей. Его пуск производится из корабельной пусковой установки ЗИВ-121 корабельного комплекса ПК-2, отметил гендиректор «Техмаша» Владимир Лепин. Как только защитные системы корабля радио и аптека электронные обнаруживают приближение ракет противника, в их направлении выстреливаются снаряды АСТ-СР-47. По ходу своего движения снаряд выпускает ложные радиолокационные цели, создавая облако из дипольных отражателей. Снаряд АСТ-СР-47 выпускает ложные радиолокационные цели, создавая облако из дипольных отражателей. По своей эффективной поверхности рассеивание это облако соизмеримо с габаритами и тем отражением, которое создает защищаемый корабль. Происходит дезориентация радиолокационных головок самонаведения атакующей ракеты, в результате чего выдается новое целеуказание и ракета уходит в пустоту. Помимо АСТ-СР-47 есть и снаряды, способные снижать эффективность не только ракет с радиолокационными головками самонаведения, но и с телевизионными, тепловизионными, лазерными. Вокруг корабля создается защитное облако, работающее против всех видов современного высокоточного оружия.